Очередной разгром наемников под Северском. Еще один отряд ВСУ отказался принимать участие в боевых действиях. Арестович боится наступления российской армии на Харьков. Заявление Путина России еще ничего серьезно не начинало на Украине. Нас хотят победить на поле боя. Пусть попробуют. G20 не прогибается под хотелки G7, а Борис Джонсон может стать мэром Одессы. Или же, возможно, даже губернатором Змеиного. Покушение на бывшего премьер-министра Японии. Некоторые японские эксперты утверждают, что это выгодно Китаю. Жозеф Боррель заявил, что бастующие фермеры Италии и Нидерландов это друзья Путина. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 8 июля 10.00. И начну я с очередного сообщения разгрома колонны наемников под Северском. Интересно, что Нью-Йорк Таймс отмечает в своей статье, что наемники как-то не ожидали увидеть того, что происходит в Украине. И уже многие приняли решение побыстрее сбежать. И, как видите, повезло убежать не всем. И в данном случае под раздачу попали грузинские наемники. А тем временем очередной отряд ВСУ отказался принимать участие в боевых действиях. И даже сдавал оружие собственным командирам в знак протеста, что ничем, в принципе, их не снабжают. И вообще все это очень опасно. Кстати, у меня на телеграм-канале можете посмотреть кадры, еще одни кадры с острова Змеиный. И там есть интересные нюансы по водружению этого флага. Которые подтверждают определенные мысли, что люди были под кайфом. И, скорее всего, что также там были наемники. Но также, кстати, сообщается, что повезло быстренько удрать с острова Змеиного не всем. И, кстати, как сообщает «Украинская правда», вроде бы Владимир Зеленский предложил Борису Джонсону в такой тяжелой ситуации, когда его фактически отправляют в отставку, стать мэром Одессы. Помните Михос Саакашвили? Интересно, Джонсон также продолжит традицию потом оказаться в местах не столь отдаленных. Но злые пользователи с одесских соцсетей предлагают Джонсона назначить губернатором острова Змеиный. Кстати, Джонсону еще предложила работу украинская сеть супермаркетов «Эпицентр». Ну, правда, не кассиром пока что, но все-таки работу предложили. Уже прям вижу Борюсика Джонсона на кассе. Вильна касса! Вильна Украина! Но сейчас к ряду важных заявлений Владимира Путина, которые вызвали очень широкий резонанс. И в частности, что если хотят победить на поле боя, пусть попробуют, обращаясь к Западу. Ну, а также, что на Украине серьезно еще не начинали. Интересно, что Сергей Лавров также заявил на саммите G20 о том, что если Запад хочет на поле боя продолжать, то разговаривать с ними нечем. Кстати, G20 не прогнулся под G7. И об этом свидетельствуют и заявления Китая и других лидеров из G20 о том, что будут вести свою самостоятельную политику. И насколько были холодные отношения между G7 и другими странами, можно судить о том, что не было протокольной фотосессии после G20. Можно однозначно уже констатировать, что Запад своего рода себя как бы взял в изоляцию, пытаясь изолировать Россию. С учетом того, что энергетические проблемы и продовольственные проблемы никуда не делись, и ряд экспертов из ООН заявляют, что продовольственный кризис будет с течением времени только нарастать, и нужны какие-то действия. Ну а граждане Германии все больше и больше троллят собственное правительство. Можно посмотреть интересный опять же ролик у меня на телеграм-канале. Ну а Жозеп Боррель и вовсе назвал итальянских фермеров и нидерландских друзьями Путина. Интересно, к осени он уже большинство граждан может назвать друзьями Путина. Кстати, недавно был путинский разгон британского правительства, а также, конечно же, путинский подъем цен на бензин в США, ну и другие различные заявления. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет... Продолжение следует...